Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Гружковский Хайчен, 29-30 июня Просыпаюсь и слышу возню под окном Выглядываю Целые горы мешков с мукой На китайских двуколках одни солдаты подвозят Другие выгружают, третьи тащат мешки наверх И бросают их друг на друга Ребята, тащи, тащи Командует Унтер, стоя на самой горе из мешков Кто вы, черти, русского языка не понимаете? Куда грузите? Зря ведь? Постой там! Постой! Ну! Вот тебе и ну! Когда говорят, слушайся! Через минуту команда Пять минут отдохни! Крики, шум затихают сразу Погодя доносится гул разговаривающих Я слышу только ближайших ко мне Жалуется сиплый голос, что табаку нет ни крошки Табак ладно бы Воды хотя глоток бы Ты смотри, пекло какое Вставай! Ну, живо, живо! Понемногу опять закипает работа и опять вопли старшего Ну что ж вы как бараны напираете? Смотри, как сгрудились! Да не бросай же так! Мешок лопнет! О, господи! Пропадешь с вами! Стой, стой! Тащи! Не вали! Не вали! Ну, живо, живо! Еще немножко! Надай! Надай, найдай! Борчит чей-то голос Ладно, они железные были Поговори, поговори там! Сидоров Раздается утомленный голос Что ж ты, черт, тебя побери! По-дурацки опять все делаешь! Шо, господи! Я выгадываю Интендантский офицер при шашке На горе мешков, вытянувшись, стоит старший Ведь объяснял! Ведь говорил! Говорил же! Ничего не исполняете! Офицера разобрала злость Да что же, черт, тебя побери! Думаешь, не найду, откуда у тебя ноги растут! Ваше благородие! Да что ж я могу! Им, говоришь, они не слушаются! Да дурак ты! И ничего ты им не говоришь! Они у тебя ничего не делают! Точно не ели два дня! Вот двадцать человек там ведь ничего же не делают! Ваше благородие! Если мне к ним бежать, тут станет все! И там и тут стало! Русским языком толковал тебе! Клади лестницей! Теперь что ж? Все разбирать опять? Клади лестницей! Клади лестницей! Да ты не разговаривай, смотри! Если опять напутаешь, как можно напутать! Указали, так и будем делать! Вчера указывали! Я вчера не был! Ваше благородие! Не был! Кто-нибудь другой был! Мог спросить! Я к обеду зайду! Чей-то голос ворчит! Хуже этого нет, как переделывать! Лучше две новых работы! Поговори там! Работа продолжается беззвучно! Только мешки ухабят! Вдоль откоса тянется пехота вольным строем! Какому-то солдатику показалось мало! И к своим семидесяти фунтам он добровольно прибавил жестяное ведро, в которое собирает, как плюшкин, что попадется, а больше щепки, палочки! В одной руке у него ружье, а в другой палка, на которую едя опирается! Сзади плетется молоденький, без усов и бороды солдатик. Вероятно, дома был бабушкин баловень. Округленность щек еще не исчезла, но щеки эти поблекли и посерели, и глаза беспомощно, как в кошмаре, оглядываются. Нет бабушки, некому пожалеть. И всего разломило и гонит душу из тела. Упал бы, да и лежал так, среди пыльной дороги, знойного дня, запекшимся сердцем и остановившейся мыслью. А вот фигурка какого-то дьячка и поет тоненьким голоском. «На тебя, господи, уповах!» Вероятно, последний год и осталось ему пробыть в запасе. Лицо все в складках от морщин, и торчат во все стороны жидкие клочья бородки. А вот с фигурой Геркулеса атлет, стройный и мощный. Как палочку небрежно несет свое ружье. Загорелое, красивое лицо, шапка без козырька, серая рубаха, серая, скатанная через плечо шинель. Таких много. Большинство. Как ветер по деревьям несется радостная весть. У той сверкающей на солнце речке привал и дневки. «Ох, вымоюсь!» «Давно не мылся?» «Четвертый месяц!» Несется веселый ответ. «Я одеваюсь и выхожу». Такие же плоские станции в долине. Те же вагоны. Вагоны и вагоны. Те же мухи. Мириады мух. «Мухи — хороший знак», — говорит доктор. «Это дезинфекторы здешних мест. Они и дожди. Польют дожди, превратят всю эту долину в одну сплошную реку и унесет она всю грязь». «На грязь жаловаться нельзя», — говорю я. «На станциях даже слишком уж образцовая чистота. Эти сотни китайцев подбирают даже бумажки, окурки. И все это необходимо и прекрасно. Пусть уйдет на это несколько миллионов, это будет дешевле того, чем самая армия от плохих санитарных условий стала бы болеть. Но много есть такого, с чем никакой санитар справиться не может. Это страшная пыль, например. Никакой метлой ее не выметишь. А в ней все бациллы. Семьсот, девятьсот человек желудочных больных, проезжая ежедневно, оставляют след быстро высыхающий, превращающийся в пыль. «Доктор, а зачем безут этих больных? Шестьсот верст до Харбина, шестьсот обратно. Санитарных вагонов хватает только для раненых. В товарных же душно, жарко, нет приспособлений. На станциях они покупают огурцы, дыни, зеленые абрикосы. Нельзя везде магазины устраивать. Ведь все ведь это связано с массой условий. Питание, удобств, возможности ухода за больными, доставка провианта. Вы посмотрите куда-нибудь. Это стоит. Попробуйте в какой-нибудь отряд Рененкамфа доставить транспорт. Отряд ищет японцев. Транспорт – отряд. И чем они там питаются, один Аллах знает. Здоровый заболевает, а больной? Он при таких условиях умрет. А привезете его в Харбин? Смотрите, через несколько дней он уже едет назад. У японцев, говорят, холера началась? Вероятно, у японцев тоже и про нас говорят. И здесь мухи – хорошие показатели. Дело в том, что, когда начинается холера настоящая, прежде всего отравляются и исчезают мухи. Отсутствие мух – всегда характерный признак холеры. Это, конечно, приятно, хотя сами мухи, по меньшей мере, холерина. От каждой съеденной проглоченной мухи тошнит. Среди вагонов мы добираемся до маленькой станции, наконец, до еще более маленького буфета, и, стоя в дверях, я с тоскою смотрю на всех этих несчастных, которых голод загнал сюда. Сотни тысяч мух обсели тарелку. Жадно следят за каждым куском и летят за ним в рот. В этой духоте и тяжелом запахе серый офицер ест весь поглощенный заботой успеть пронести кусок в рот, пропустить глоток пива, вина квасу, пропустить сквозь сжатые зубы, чтобы удержать плавающих и барахтающихся в стакане мух. Вынимать их бесполезно. Мгновенно сотни явятся на смену. — Китайцы, — говорит доктор, — употребляют какую-то траву. Они подвешивают ее клеткообразно к потолку, и все мухи, и живые, и мертвые, все там. Я видел это в лавках. На этой траве их множество. Сидят там и смотрят на покупателей. — Здравствуйте, комендант. Позвольте познакомить вас. — Мы знакомимся. Молодой комендант озабочен и даже растерян. — Опять история, — говорит он доктору, разводя руками. — Далась им эта станция. — Не хотят ехать. Второй час уговариваю. Комендант убегает. Хайчен. 29-30 июня. Продолжение. Со станции мы приходим к Николаю Николаевичу Бочарову, строителю ветки Хайчена. Домик у него очень маленький. Бывшее жилье мелкого агента. Но в маленький садик выходит терраса. Прохладная терраса с навесом и оболившейся штукатуркой. С тонами, которые дает только время. И эти тона, и это разросшиеся листва садона, за которые, очевидно, никто не ухаживает, дают отпечаток заброшенного, прелестного в своей заброшенности уголка. Николай Николаевич сравнительно свободен от дел, так как пока японцы еще владеют той территорией, по которой пройдет ветка. Пришел В.И. Пришло несколько техников, подрядчиков. Пришел полковник. Устроились мои шельмы, и здесь отлично. Русские солдаты, говорят, не пропадет и в аду, а казаки прямо-таки царствовать там будут. И полковник весело смеется, так весело и от души, как в больших городах уже давно не смеется. С Николаем Николаевичем они старые знакомые по Хайлару и вспоминают прошлые тяжелые дни Китайской войны. Между прочим, я узнаю подробности о погибшем инженере Верховском. Как-то незадолго до восстания Верховский, проезжая по линии, наткнулся на возмутительную сцену расправы китайцев со своим же подрядчиком. Он в чем-то их обсчитал, а они бросились на него, избили, и пока Верховский подъезжал к нему на выручку, успели загнать ему под ногти заостренные щепки. Говорят, что это страшно мучительная пытка. Тот, кому приходилось с размаху захлопнуть свой палец в дверях, имеет некоторое понятие об этой боли. Верховский передавал потом об этой пытке с содроганием и страшно взволнован был и огорчен. Китайцы — это совершенные дети, со всеми прекрасными качествами детей, и ласковые, и доверчивые, и бессознательно жестокие дети. Видели, как дети мучат муху, щенка, котят, крики боли их только раздражают. Думали тогда несчастные Верховские, что так ужасно на нем самом практика жизни оправдает его теорию. Как он погиб, опрос очевидцев оставил впечатление, что они упорно о чем-то умалчивали. Уже потом из неясных обмолбок некоторых сложилось впечатление, что его просто-напросто бросили, как раненого, как побросали и других, раненых и отсталых. Так бросили жену одного техника. Так погибли дети, мучения которых Перо отказывается описывать. Пытали и мучили, несомненно, и Верховского. На это имеются некоторые указания очевидцев его казни. Так старик-китайцы видел, как однажды утром притащила толпа к городским воротам большого капитана. Он уже не мог идти, и его волочили, издеваясь над ним. На другой день его казнили, отрубили голову. Эта голова была посажена в клетку и выставлена на шест. Возвратившиеся русские через несколько дней после казни видели эту голову, и все единогласно признали ее за голову Верховского. Пришедшая потом сотня казаков, знавшая покойного, тоже единогласно признала голову, хотя голова эта, зарытая в землю и вновь вырытая, уже значительно разложилась. Но цвет волос и общий контур еще сохранились. Потом стали смешивать, говорили, что это голова одного техника, в общем, похожего на Верховского и тоже погибшего. Но это было уже в тот период, когда голова совсем почти разложилась. И все-таки еще сохранился какой-то шрам бывшую покойного. В.И., который еще в клетке видел голову, говорит, что сомнения никакого не было, что голова эта Верховского. Этот же китаец, который видел, как тащили Верховского в город, удостоверяет, что все время мужество не оставляло несчастного. По обычаю казни ему предложили встать на колени, но в ответ на это он, собрав последние силы, плюнул в лицо Тифангуана. Разыскивали его тело. Китайские власти при этом влияли, как умеет только влиять китайская администрация. После долгих и настоятельных требований принесли, наконец, гроб в полурусском стиле и в гробу какие-то косточки. На глазах их определили костями теленка. Но приехавший доктор удостоверил, что это кости ребенка не свыше 12-летнего возраста. Относительно пропавшей жены техника китайская администрация в Мугдене проявила еще большую изворотливость. Сперва говорили, ищем и непременно найдем. Затем пронесся слух, что нашли. Нашли и везут уже. Везли месяца три. И все это время муж томился в Мугдене. Наконец, привезли и собрались все с большим почетом встретить. Но каково же было удивление всех, когда из китайской каретки вышла чистокровная китаянка в своем национальном костюме. Жена русского. Действительно, это была жена одного дорожного мастера, с которой он по обоюдному согласию и разошелся. И дорожный мастер в это время успел жениться, и она вышла замуж, на этот раз за своего же китайца. Тем и кончились розыски пропавшей русской женщины. Судьба этой привезенной китаянки была печальна. Новый ее муж, считая себя опозоренным, отказался от нее. Русский муж тоже. И, говорят, поставленная лицом к лицу с голодной смертью, она сделалась проституткой. Заразилась и в ужасном виде скрылась где-то, а теперь, вероятно, скрылась уже и за горизонтом жизни. Что такое эта жизнь в наш век прав сильного и телесного братства? Послушайте некоторых из здешних. Какой опломб, прямо пропорциональный их невежеству. Впечатление никогда не вентилированного, но жилого помещения. Да дурноты. Эти люди напоминают моего героя из гимназистов, Семенова, которого Корнев спрашивает, кого же ты любишь, наконец? Он долго думал и ответил, испанцев. Но и тех, вероятно, если бы увидел, тоже возненавидел бы он. Кстати, об этом герое. Лицо это в действительной жизни было одним из беглецов под Тюренченом. Из тех позорных беглецов, в которых хотели стрелять и военно-начальники, и солдаты. А на этапе, когда пришли в себя, вероятно, от угрызения совести они напились и, впав в другую крайность, обычную для таких натур в буйство, сделали много позорного. В семье не без урода. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Субтитры создавал DimaTorzok